Возможно ли беременность после удаления полипа? Раньше считалось, что с таким диагнозом стать мамой невозможно. Однако сегодня врачи доказали, что беременность после удаления полипа эндометрия реальна. И уже ни одна женщина после лечения стала счастливой мамой. Полип эндометрия достаточно часто диагностируется гинекологами. Данную патологию считают одной из наиболее часто встречающихся причин бесплодия среди женщин. Это связано с тем, что располагаясь в полости матки, новообразование мешает прикреплению к ее стенкам оплодотворенной яйцеклетки. Полип, что это полипом называют доброкачественное образование, представляющее собой вырост эндометрия. В большинстве случаев, они имеют овальную форму, а величина их может варьироваться от размеров мелкой горошины, диаметром не более 1-2 мм, до полипа, величиной с грецкий орех. Никаких признаков их появления не имеет, а обнаруживают новообразование случайно, во время прохождения очередного планового врачебного осмотра или при необходимости обследования после неудачных попыток забеременеть. Хотя, некоторые женщины с таким диагнозом, отмечают у себя некоторые симптомы, которые могут возникнуть из-за сопутствующих заболеваний. Чаще всего это тянущая боль, которая может появляться в нижней части живота, перед самым наступлением или в период месячных. Можущие выделения, которые начинаются за несколько дней до наступления менструации и заканчиваются через несколько дней после нее. Этот признак является характерным для развития эндометриоза, кровянистые выделения, которые могут появляться после полового акта. Скудные, однако длительные и месячные. Обычно такое наблюдается, если у вас нарост большого размера, который может значительно закрывать проход в шейке матки, обильные. Выделения бели, которые имеют неприятный запах и серый цвет. Причины, по которым начинают появляться полипы, до сих пор не установлены. Есть мнение, что этому способствуют гормональные сбои, которые могут происходить в женском организме, невылеченные воспалительные. Заболевания, которые уже успели перейти в хроническую форму, последствия хирургического прерывания беременности. Обычно, их выявляют у рожавших женщин и тех, у кого имеются различные проблемы с обменом веществ. Многие больные имеют в своем анамнезе такие заболевания, как сахарный диабет или гипертензия. Иногда во время врачебного осмотра, у женщины диагностируют полип цервикального канала. Причины его развития точно такие же, как и у образования в полости матки. Лечение многие гинекологи уверяют, что наличие полипа еще не означает бесплодие. Хотя, такое новообразование вполне может препятствовать наступлению беременности. Поэтому сразу после его диагностирования, новообразование необходимо удалить, это единственная возможность избавиться от полипа. Однако операция проводится не сразу. Обычно, после диагностирования новообразования в матке или цервикальном канале, гинеколог посоветует подождать до окончания следующих. Месячных и прийти на повторный осмотр. Иногда после месячных, они исчезают самостоятельно. Если же нарост остался на месте, то вам назначат операцию. Знаете, самый современный и лучший метод для удаления – гистероскопия. Если раньше полип эндометрия выскабливали, вслепую, то гистероскопия дает возможность удалить ножку полипа, не травмировав при этом окружающие ткани. Если же ножку не удалить, то есть риск появления новых наростов. Наросты в цервикальном канале удаляют одним из следующих методов – выскабливание, гистероскопия, перетяжка ножки китгутом. После чего, нарост отторгается, криодеструкция, прижигание, конизация шейки матки, ампутация шейки применяется. В крайних случаях, если результат гистологии показал наличие атипичных клеток, удаленное новообразование подлежит обязательной гистологии, потому как в крайне редких случаях полипы могут иметь раковые клетки. После того, как результат анализа будет готов, врач сможет назначить дальнейшее лечение. Как правило, оно заключается в использовании гормональных и антибактериальных лекарственных средств. Курс лечения в среднем составляет 2-3 месяца. В данный период, вам нужно избегать половых контактов, активных занятий спортом, других физических нагрузок и любых тепловых процедур. Это необходимо для профилактики инфицирования раны, которая появляется после оперативного вмешательства. Тогда возможна беременность. Организм каждой женщины индивидуален, поэтому однозначно ответить на вопрос, когда после операции вы сможете забеременеть, ни один врач не сможет. Как только матка будет готова, тут же наступит долгожданная беременность после удаления полипа в матке. Важно. Но, нужно сказать, что слишком затягивать с этим процессом тоже не нужно. Так как заболеванию свойственна склонность к рецидивам. Как только закончится реабилитационный период, гинекологи рекомендуют начинать пробовать забеременеть. Беременность после полипа, беременность после удаления полипа в цервикальном канале, так же как и того образования, которое находилось в полости матки ничем. Не отличается от обычной и проходит без осложнений. Единственное, что нужно помнить, если вы перенесли операцию по удалению нароста, то существует большая вероятность того, что он может появиться вновь. Знаете, иногда беременность может наступить на фоне роста таких образований. Но, как утверждают врачи, такая патология не может негативно повлиять на рост и развитие плода. Поэтому, если на очередном УЗИ во время беременности у вас опять выявили полип, не стоит переживать, при постоянном врачебном наблюдении. И выполнение всех рекомендаций лечащего гинеколога, патологий возникнуть не должно. Ведь сами образования состоят из эндометрии, который выстилает стенки матки, поэтому никакой опасности для малыша не представляет. Операцию после удаления вам проведут сразу после рождения малыша. Единственный момент, когда врач рекомендует все же удалить образование в цервикальном канале, быстрый рост полипа и его размер более 1 см. Профилактика появления полипов Наличие полипа – не приговор. Такие новообразования отлично подаются лечению, после чего наступает долгожданная беременность. Современные методы дают возможность удалить их, не повреждая окружающие ткани и не нанося вред женскому организму. Беременность после аборта Субтитры создавал DimaTorzok